все выключи меня все выключи 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 Светное – это уже вершина, чтобы все краски передавало как. Это понятно, что если я хотел издать как можно лучше, во-первых, текст. Сам Новый Завет, полное толкование, с откровением, вышел впервые за 2000 лет. Ты себе на пальцах зажимай или пиши. Впервые за 2000 лет в одном из зданий трехтомник вышел толкование Нового Завета, полностью весь Новый Завет. Не было ни в Восточной, ни в Западной Церкви этого. Мы издали первое. Так, первое. Дальше. Что особенно было здесь? Там было разбито на перекоп Аммония, допустим, слепорожденный. О нем все, и потом заканчивается с новой строки. А здесь мы видим о том, как уже разбито на главы и стихи. И мне пришлось теперь все на главы и стихи переворачивать. Очень легко искать. А иногда, когда полный перекоп имеет, а то там не очень совмещается где-то как-то. Второе. Что за перекоп? Что такое перекоп? Перекоп. Ну, это название такое. Аммония. Вот, который разбил Библию, но посмысловые, как в церкви считается. Зачало называется. Не глава и стих, а зачало такое-то. На зачало. А это-то сделано там, у нас написано, кто Короево там или кто на стихи разбил, там библиотекарь француз. В самом начале первого тома у нас все это указано. Откуда взято, из каких словарей. И кроме того, я поставил задачу выделить в толковании. Я к текстам писания не прикасался, а только к толкованию блаженного эпилакта. Прошло уже 900 лет. 900 лет. И никто его не касался. Я сказал, надо выделить все места жирным, черным, крупным шрифтом, где говорится о любви к Слову Божию и к проповеди. Два момента. Ну, в одном-другом там о крещении сказался. О любви к Библии и о проповеди о Евангелии. О благовестии. Потому что в церкви православной этого нету. У нас в предисловии написано. Кто бы вот считает, если толкование блаженного эпилакта. Если бы мы не сказали, что это эпилакта, православные, благочестивые сразу бы сказали, это какой-то сектант. Но впереди-то написано. А если бы не было написано, прям приняли бы. И у нас в предисловии об этом сказано. Вот считай, уже третий момент. Это выделили мы везде. Во всех книгах я должен найти это, где подчеркивается. Еще и подчеркнутое. Кроме того, я написал 297 комментариев. А комментарий – это расширение того, вот пометка, где у меня поставлена «Любви к Слову Божию». Я решил ее расширить. Беру из других святых отцов, указываю, как сегодняшнее настоящее положение, никуда не годится, и как его выправить. У меня задача-то не просто ткнуть. Многие начинают на этом играть, на минусовой отметке, отрицательно. Я вывожу на первое место нарушение, и далее как вывести. А самое главное, я на практике выпросил у Бога показать, как у нас община, деревня, проповедь миссионерская. И наш путь никому не повторить. Никому. С такими дарами проехать от океана до океана, бесплатно раздавать. Так их никто у вас в книги не берет. Я на это вам поймал. Значит, вы сказали, их никто не берет. Мне такие выпады-то были. Я говорю, назад не будете отступать? Да нет, это и так понятно. Книги ваши, кому они нужны? Вот, никому не нужны. А теперь давай, на скидку, открывай любой том и считай. Считай, ну что там, все божественно. И значит, это не нужно никому. А пророк говорит Иереме, будут слушать или не будут? А ты иди и говори. Они будут для тебя, как огнедышащий пламень. А я тебе сделаю, как гора, скала. И они уволкнут. Вот это я и делаю. Они, помни, что сказал, книги никому не нужны. Значит, моя задача не только была накопить материалы. 50 лет копил, чтобы увидеть изнутри, что внутри делается. Но и показать на практике. Я практик, я не теоретик, что можно, можно Слово Божие проповедовать, разносить, издавать. И все это должен ты ни на кого не опираться, не ждать. А вот они, как бы патриарх был другой. Нет, при этом патриархи будем делать. При этом, какой он есть. При этом в своем митрополите. И мы это показываем. Как? А через эти... Теперь я вижу. Встречаюсь, когда священники говорят. Вот патриархия это лет 10 назад издала, блаженов и пилах, толкование это. Ну, до откровения. Дальше откровения никогда не шли. А у нас 432, кажется, страницы занимает толкование откровения. Отец Геннадий Фас, ныне он доктор богословия. Он взял, перемолотил всю святоотеческую литературу, а это 300 томов. 300 томов палеантов. И выбрал все, что говорится вот на ту-то тему, по откровению. Лучшего толкования, чтобы собрать все вместе. Более сильного, я думаю, и нету. Все остальное детский лепет. Что сделал отец Геннадий? Он 3 года потратил на это. Но он в предисловии говорит, что это начал он в моем доме, в моей квартире, где я ему дал задание. Благословил его на это дело. И нам поступил первый, единственный экземпляр. И мы насчитали на пленку. Вот, и увидели, что нас караулит КГБ здесь. И мы не знали ночью, что делать. Первый вариант – прятать. Второй вариант – немедленно размножать, чтобы было несколько копий. Мы посоветовались и решили – начинаем. В 24 часа ночи мы начали первую начитку. И прошло сколько? Три дня, и мы насчитали полностью. А когда запустил я, у меня студия работала там. Это тон-студия. Это вообще. Там шумело на скорости 19. В 4 раза больше нормальной. И одновременно две дорожки в одном направлении. В 8 раз быстрее, чем слушать. И одновременно это срывает на 10 магнитных. Умножишь на 10. В 80 раз быстрее. Вот как у меня работало все. Необходимо. А потом с этого теперь, вот теперь что мы имеем? Я говорю сначала к картине подходить. И теперь ссылки в Новом Завете постоянно идут на Ветхий Завет. На Ветхий Завет. И поэтому у Гестава Дарея я только тут узнал. Я думал 110. Оказывается, не 110 у него. А 230 иллюстраций Нового Завета. Мы их все взяли в хорошем качестве. И стали оборудовать 230. Но у меня же комментарии. 297 комментариев. А в комментариях я говорю о недостатках церкви. А есть художники, которые это отобразили. Вот Боярине Морозовой ее везут там. Там Утро стрелецкой казни. Вот такое все. О чем говорится в комментариях. 10 картин это для комментариев. Ты понял, как мы пошли? А теперь получилось 240 разделить на 3 по 80. 80 страниц. 80 страниц цветных. В каждой книге. 3х8, 24. Это все впервые. Это никогда не было. И с иллюстрациями никогда не издавалось. А тем более цветные. И сейчас в интернете берут. И наши. Я смотрю, где какой тон-то, раскраска-то. А это наши. Другого нет, очевидно. Нету. Игнат Игоревич, а есть у вас в хорошем разрешении в большом вот эти иллюстрации? Конечно, есть. Но они же не в интернете, они где-то у вас. Нет, в сайте. Ты не в сайте. В сайт, зайди на первую страницу. Нет, я имею в виду разрешение большое. Не знаю, не знаю где. Может быть, это снято. Мне никак вставить. Их невозможно вставить. Вот как вы говорите, что у вас есть оригиналы, фотографии у вас где-то там на жестких дисках, да? Вот, и так же есть оригиналы вот этих Гюрстрава Даре на жестком диске. Сейчас ничего не могу сказать. Но ты знаешь, что оригинал от этого во сколько раз меньше? Вот мне нужен бы оригинал, понимаете? Сейчас я не могу точно сказать, но где-то примерно 50 раз в среднем. Ну, это нормально. В 50 раз меньше? Да, потому что я вот делаю, например, с фоном, хочу сделать. Ну, то есть я не могу как бы нормально подать картинку, а не потому что у них пикселей мало, а не маленькое разрешение. И размытое получается. Хорошо, хорошо. Ты на наш сайт заходил? Заходил. Ну, и оттуда брал? Я брал, я фото беру с моего мира у вас. А, ты зайди на наш сайт. Гюрстрав Даре я видел тоже, да. Гюрстрав Даре на первой главной странице, и там все. Разбитый Ветхий Завет, Новый Завет и с надписями. Кроме того, у каждой картины надписи. Гюрстрав Даре, ну, я так думаю, считаю, это лучший иллюстратор Библии. Он не работал ни один, конечно. У него там учеников сколько было, они все выпиливали, вырезали там это дело. Такой. Вот, лучшего иллюстратора нет. Поэтому преподать его в таком лучшем виде, да еще раз красить, тут и спрашивать не надо для чего. Сейчас вот сегодня только усатая это говорит, ей Валентина Сортисон переслала, там дети сразу же кинулись. Ребенок-то что принимает тут? Он цветное. Мы смотрим, воробей. Черно-белый, ничего не понятно. А если в красках, там видно, где у него полоска какая. Или вот бывает там попугай где-то. А если в цветах и черно-белый, ну, разница же есть. У него такие цветы, там красный, желтый, зеленый, там вся палитра. Ну, и так понятно. Мы стоим, разговариваем, когда мы цветное, все видно, даже блеск глаз. И сетчатку глаза можно рассмотреть, какого цвета. А там ничего этого нельзя нету. Вопросы вообще даже неумно поставлены. Красный цветной, не цветной. К цветному большим трудом пробирались и знатоки, пока пришли. А у нас такие фотографы. У нас фотографы не простые, а работают в РИА Новости. Это русское информационное агентство. И вот Волобоев, он 28-27 лет, Каспришин получил в Алтайском крае, это второй деятель в области фотографии, лично получил какую-то награду от Путина, как деятель искусства и прочее. Каспришин Андрей Николаевич. И там у нас приезжает еще, вот который визитка у нас, это Безруков Павел Федорович. То есть фотографы у нас очень хорошие. Волобоев это само собой. Фотографии отличные, но мы все ужимаем. Где они у меня хранятся, неужатые, я не знаю. Мне ужатые нужны, на, тихо. Не знаю. Надо где-то смотреть. Вот зайди там, посмотри, когда зайдешь на сайт, православный библейский сайт во свете Библии. Не форум, не мой мир, а сайт. Сайт. Вот. Я тебе отвечаю. Кроме того, мы сделали их с закладками. И кроме того, сделали с круглением корешка. И кроме того, сделали в твердом переплете. Вот. Сколько качеств, которые у них даже не было, они издавали. Ну, в твердом можно издать там как-то. И кроме того, я еще добавил стихотворение. Это Ода Державина, Гавриила Романовича. Ода, Бог. Вот. А здесь в первом томе, кажется, я добавил, маленькая брошюрка была, профессора Владимира Филимоновича Марсинковского. Так. Как он там существует? Что-то действительно ли Евангелие? Об Евангелии написано. Достоверно ли Евангелие? Вот так. Достоверно ли Евангелие? Он все взял. И раскопки, и подробности. Все, все, все. И я еще включил. И каждый том начинается с первой главы такого-то. И надо было распределить, сколько. Каждый том 752 страницы. И все это подогнали. И отдельное выражение там Кирилла Иерусалимского, Злеяна Златоуста, то есть где Феопилакт на них ссылается, а я делаю комментарии и расширяю. Семен Нового Богослова сказал. Феопан Затворник, Игнатий Брянчанинов. То есть намного шире даю. Моего толкования нет. Мои только комментарии. Комментарии отчеркиваются от текста тоненькими двумя линиями. И другим шрифтом. И кроме того, у нас используется, кажется, при названии четыре шрифта. Вот как написано. То одно, потом другое, потом третье название. То есть это уже то Нафанаил был, он этим хорошо владел, а я перенял от него. А потом вот заново-то переиздание было, заново пришлось промолотить, немножко расширить, совсем немножко. И мы второе издание издали. Вот так. С этим сколько пришлось? На корочке крест сделать? Как? Какой? Мы там по редакциям ходили, наконец, вот такой он у меня, как солнце светится. Надо было благословиться, потому что правообладатель-то, отец Геннадий Фаст, и он сказал, а у них издавало первое там, старое и новое, журнал назывался, мирской видного журнала-то. А они первое публиковали в Ворде. И вдруг мы издаем в таком, ну то ли отдельно когда-то, или когда-то совсем новым заветом-то. Это стоимость большая. За ним специально ко мне сюда, вот где я сижу, приезжал Андрей Кураев. У него книги есть, хватает, но такой нигде не было. И представь, мы их дарим. Эти мои новые заветы, трехтомник, видели в библиотеке президента Путина. Я подарил тысячи экземпляров, на тысячи экземпляров 600 было передано лично в руки, церковникам и прочее. Мы прошли, это примерно 600 библиотек. И когда у нас брали, вот в Дании, сказали сразу, это, говорит, пойдет в королевскую библиотеку. То есть очень высоко оценили. И в Австрии, где мы были, ну и в других местах. Я патриарху подарил, и семьи архиереем, с кем встречались, священникам. Тут была у них исповедь у священников. Мы за один день подарили 124, кажется, трехтомника, и к ним приложили для слова Божия нет уз, тоже 752 страницы, и к истинному православию. В Барнаульске? В Барнауле. Так мы тут выставили в разных местах машины, где они, мы не знаем, выходить-то будут-то. Священники, нам нужно перекрыть все ходы. И им подарили, чтобы они не ускользнули. А теперь, когда к ним подходится, давай, одну там напротив епархии выставили, команду, другая здесь рядом, другая других ворот. Ну тут все было, операция настоящая сделана, чтобы дать. Но перед таким даром никто не устоял. Такие, что да пошли вы сектанты, еретики, ни один не сказал. А теперь они хвалятся друг перед другом. Я-то хорошо знаю. Они у меня, эти книги, все 38 книг в Ворде, подарены в главную библиотеку страны. Библиотека в Москве, это Ленинская. Второе, в Москве они находятся в парламентской библиотеке. Парламентской. И третье место в исторической. Вот в Киеве, там в двух. Значит, центральной и парламентской. Ну представь, сколько мы прошли. От порта находки Владивостока до Лиссабона. А почему, как вы думаете, Игнат Тихонович, почему Господь вас в Лондон не допустил? Ну не можем мы знать. Мы знаем только, что причина, как они показывали. Причина была. Подготовили, а они число поставили не то. А там я должен был выступить, у них какое-то совещание было, видно, англиканская церковь-то. Но я думаю, не эта причина. Там легко можно было обойти. Они, поскольку тысяч нас сняли, тысяч, я не знаю, 12 или сколько, визу открывать только в Новосибирске, мы поехали туда. И вдруг тормоз. Но зато я, когда сказал, говорю, если мне вовремя не придет, там Шенгенская зона открыта, мы теряем тогда все. Почему мне не вернулось? А они не думали возвращать. То есть умышленно тормозили. Тогда я взял там Кирилла Сахара, Игумена, храм на Берсеневке, около храма Христа Спасителя. Еще люди, и тогда поехали в Английское Великобритание, посольство Великобритании. Ну и мне сказали, говорит, вас на пушечный выстрел не допустят до посольства. А мы дождались, и вышел, я не знаю, кто он, ну, может, заместитель посла или кто, но очень большой начальник-то. И мы с ним сфотографировались, я им книги подарил, и все, фотография эта показана. Послу, да? Да, ну, конечно, послу. В Германии мы встретились, в Новосибирске немецкое посольство, я пришел в посольство, и там книги подарили. Мы высокие места дарили книги. Если королевские библиотеки сразу говорили, к нам эта книга пойдет. Вот, а теперь я это давал-то с большим опытом, не просто так. Главное, священники говорят, у меня вот есть он, вложенный афифилакт. Ну, он такой, вот у меня есть, у меня все издания есть, новозеландская, австралийская, дореволюционная есть. Я знаю, на чем строить это дело-то. Даже близко не годится. Кроме того, каждый стих у нас отдельно начинается, а там не так. Идет непонятно, что идет, какая книга, какой стих. Мы все на каждой букве буквально высветили нашу любовь к Слову Божию. Ну, кто нашим и пользуется, говорит, лучше не сделать. И я думаю, лучше вообще никому не сделать. А почему? Потому что, вот, священник говорит, вот у меня стоит отдельно, Библия-то, я почти не считаю, Новый Завет. Столкование блаженного афифилакта купил, так и стоит. А ваше купил, я стал считать, меня перевернуло всего, а комментарии. А другой епископ говорит, я все считаю, как дохожу до комментарии, я пролистываю и дальше не считаю. То есть, оно живое, он сам ему показал, что оно живое, оно его тревожит. Вот почему так это дорого, я говорю, и к ним нужны были иллюстрации, соответственно. И поэтому большую, особенно, главную работу провел Игорь Владимирович Добунов в Ветхом Завете. А в Новом Завете Наталья Николаевна Приходько и Ольга Викторовна Унагаева. Вот, там три человека работали. Я тоже за это дело взялся, но Игорь забраковал меня. А можно поподробнее? Добунов чем занимался? Раскраской Ветхого Завета. А там прямо, когда зайдешь на сайт, там написано, кто какие фотографии раскрашивал. Я люблю математику. Все, от и до. А в Новый Завет вот эти две женщины, да? Да, там указаны они. А они где раскрашивали? В фотошопе, что ли? Дома у себя каждый. Нет, ну где? Вы на компьютере? На компьютере, все на компьютере. Компьютер. Там краски разные, больше и меньше. Допустите, и как и... Ты возьми, открой Новый Завет наш, и посмотри, Иосиф перед фараоном. Все из украшения какие, и все в цветном тоне, это вообще... Ну я могу только в интернете это сделать, Игорь. Ну хорошо, хорошо. Когда ты зайдешь, ты увидишь, какая работа. Вот с какой целью сделали. Чтоб делать более доступным, более приемлемым, более понятным. Ну и мы высветили буквально нашу любовь к Слову Божию и к иллюстратору Гестава Доре, и тому, кто программу придумал. Я еще раз заявляю, вот симфония на канонические 66 книг, она выпущена, была, и очень хорошая сделана-то. Какие до этого были, я посмотрел, то это самая вернигородская, кажется, она, самая хорошая. И над ним работали, кажется, 20 человек 5 лет. Вот в образе 5. Если один человек, это на 100 лет надо. А на неканонические тоже были, но они совсем никуда. Я собрал все симфонии на неканонические книги, и по образцу вернигородской стал делать... Вот, а потом работал-работал, программисты пришли, говорят, мы можем еще уточнить. И тогда программы стали запускать, они сбиваются, никак, очень трудно или еще... И все-таки сделали. Сделали, и вот в таком виде она у нас вышла, симфония. Я все симфонии назвал непрофессионально изготовленными. Вот, допустим, я пришел к порогу, слово порог склоняется к порогу, а у нас в доме нет порога, ищи А или Е или где, А, Аду, Адом. Оно совсем в другое место кинет. Я свел в один падеж, в одно склонение, шел, пришел, главное, двигался в одно. Любое слово ты припомни, и ты уже нашел. То есть поиск очень облегченный. Ну и поэтому я в библиотеке, везде, она не очень востребована. Симфония-то и библейскому обществу я подарил 100 экземпляров сразу. Они приезжали сюда. Лучше нашей симфонии, я как руководитель этой группы разработчиков, считаю, не было. Лучше издать можно только сделать большего формата, крупнее шрифт. А больше никак не сделать. У меня 8... Ну обычно один корректор, два. Больше двух не бывает на книгу. А здесь 18 человек корректорской работой занимались и бросили все. Мне пришлось самому тянуть. Это симфония, да? Симфония, но не канонические. Я когда-то делал вручную ее, вообразить невозможно, делал на 5 книг. На Сирахова, на Премудрости Соломона, на Варуха, на третью книгу Ездры. Вот. Это не канонические книги, которые... Это мне нужно было... Сейчас я могу ошибиться, может быть. Но где-то 475, кажется, листов полных. И там каждое слово должно по алфавиту идти. И кроме того, что по алфавиту, по каждой букве какая за какой? Окно. Вот. Окно. Или какое-то слово такое. Каждая буква должна быть по порядку алфавита. Иногда бывает, три буквы идут одинаково, они рядом идут. А следующая И или О, и так она должна первая попасть. И я это делал вручную. И еду в Новосибирск, а с собой беру это и раскладываю. А электричка там же, сиденья открытые. Я все сиденья напротив, все это укладываю. И еду, и каждое слово нужно найти, на какой бумажке и в какое место ее поставить. Как дерево, на какой листик. Сейчас вспомню, невозможно. И вот я все сделал и переписал. А потом на машинке отпечатал. И на все это у меня ушло один год. Один год. Ну это надо, это вот книга рекордов Гиннеса, по-моему, платить. А мне так и говорили, когда здесь, в Милицейский институт, и узнали, что я 9 лет сидел за компьютером больше 30 тысяч часов, и что за это время сделано. Так это рекорд Гиннеса, я говорю, в два раза выше превышает. Потому что я знаю, вот, взять Михаила, как же его фамилия-то. Ну знаю, я одного рекордсмена не единожды. Дива есть такая книга, там, и рекордов Гиннеса. Он тоже занесен туда, я с ним общался. И вот сейчас мне есть с кем сравнить. То есть, ну, я это понимаю, что это серьезно очень. Ну вот я тебе объясняю, почему мы раскрасили. Вопросы еще есть по этой теме? Конечно есть. Смотрите, команда вот помимо вас, помимо Дыбунова и двух женщин, еще и кто-то участвовал в разработке вот этого трехтомника. Ну вот, конечно, Судников, тогда был батюшка, еще и романах Судников, Нафанаил, а по-мирскому Николай Николаевич. Он, если бы не предложил сделать, без него бы этого не было. Я все думал по-другому. Но у меня качество одно выразилось. Я нигде ни разу не сопротивлялся. По типографиям ездили, заказывали, как дороже, дешевле, как сделать. И никто здесь не может, не может издать. Барнаульские издательства не могут издать так. И оказывается, одно издательство только нашлось в Горном Алтае, Горноалтайск. И тогда с директором стали разговаривать. Увидел, как закругленный корешок, и она ровная, вот так вот, как бы выдавлена, вырезана. Я не видел, Гнат Тихонович. Что, что не видел-то? Книги эти вживую. Я издалека их как-то видел, а к ним близко не подходил. Да ну, что ты городишь-то? Слушай, сейчас я поддам. Я доказываю, что лучшего русского флага сейчас нету. Это вне временной, вне национальной, вне конфессиальной русский флаг. Так у нас, поэтому, первый том белое, второе, синее, так, первое, да, а третье красное, вот, третий том. Потому что самый кровавый будет, там, апокалипсис. И вот смотри, как она, книга, выглядит. Видишь, как она, вот закругленный корешок, а здесь как? Видишь? Ну да. А теперь, я не знаю, тебе видно или нет? Видно, да. Вот, смотри, как он выглядит. Он, как бы, вроде бы, оно и просто, но на самом деле, вот в простоте это и вся изюминка. Да! А теперь смотри, я не знаю, видно, нет, какой крест-то сделали. И они мне поставили условия, которые, старые, новые журналы-то сказали, что, ну ладно. Я говорю, вы что добиваетесь-то, он в моем доме начал делать-то. Мы издали, считали на пленку уже на сколько лет раньше вашего-то. А в Орве-то они отдельно только готовились издать. Даже вот вокруг оформление какое-то, ну все абсолютно обдумывать надо было. И вот здесь теперь первая только страница начинается. И здесь говорится, вот она. Я не знаю, видно или не видно, не видно, да? Нет, то есть не прочитаю. По благословению, так, по благословению, не видно, размыто. По благословению. Размыто, Игнать Тихонович. Размыто. Ну все, ничего не сделать. Вы сами прочитайте. Ну ладно, ладно, ладно. Четверо Евангелие. Я додаю, что ты не сказал тебе, поточнее-то как. Вот, ну, если бы не он, Нафанаил-то, мне бы это не сделать. Он тут все эти шрифты вставил. Вот даже вот если я открываю сейчас какое-то место. Ну вот теперь посмотри, цветное. Видать, нет? Да. Ну сравни с черно-белым. Ну, конечно. Ты чё? Это просто насмешка какая-то. Небо и земля. Ну, даже никак. Вот. Вот сотворение человека, изгнание из рая. Смотри, как оно выглядит. Я вот говорил про фараона. Сейчас я посмотрю здесь, это недалеко. Вот так. А Герсавдара он был лукатолик, да? Конечно. А вот посмотри, это 180 лет назад он был. Вот, посмотри, какая, сколько краски. Видно? Да, да. А черно-белая, она просто все смазана, и ничего там нет, никак. Вот. И в полный лист. Полный лист, и нету по краям белого, чтобы больше как можно было сделать. А тут-то поля, если посмотреть на это, у книги-то поля. Вон они, какие большие. Вот. И вот сколько здесь я показал где-то. И в Горном Алтае это издали. И с директором разговор был. Он говорит, вы еще будете издавать-то? А я же не знал. Говорю, да, буду. Тогда мы, говорит, покупаем немецкую машину, которая круглит. Это 150 тысяч. Они ради меня купили. Это чего-то стоит. Ну, и вот они, видно, где 80 тысяч. Картин, которые здесь, в каждом томе. 80 картин. Видно, нет полоски. Да, видно, Игнатьевич. Видно, видно. Теперь я могу показать. Допустим, смотри. Вот мне надо что-то выделить. А вот оно где. Вот я палец где держу. И здесь видно черное, более черное. Да, видно. Вот как только выделяется, внизу сразу дается комментарий. Сразу. Вот оно где. Сейчас я еще покажу, где тут. А Сергей Пупков, он по этой книге с нами занимается? Да, по этой. Не видно, наверное, вот здесь. Вот. Черное. Жирный, крупный. И вот тут сколько шрифтов-то. Посмотри. Когда самое сущее оттуда. Что так не видно-то? Может быть, убрать его? А вот так лучше, нет? Ну, дело в том, что не справляется глазок-то этот с размытой, Игнатьевич, самого текста. Ну, так, очердание. Ну, видно, что какие шрифты. Да, видно, что выделено. Ты видишь, как с капталом сделано? Акцент сделан там, где надо. Вот оно где, каптал. И вот он, какие-то это, легко открываешь, в юнок такой поставлен, это закладка. Она приклеена не просто так. Ну, это, конечно, я не знаю, ценности она не имеет, она бесценная, эта работа. А вот тут интересно. Когда она ушла от него наложница, а тут пришли жители города, и вот пришлось отдать, и они ночью ее насиловали, и она умерла. И говорят, вот смотри, тут она в синем одета, а тут в красном. Вот понимаешь, нет, как раскрасили-то. А тут смысл какой? Что она пришла вся в крови. И он ее переодел и повез, потому что иначе, ну, просто ее мухота заела бы. Даже это все учитывается. Вот она как выглядит-то. Ну, 240 иллюстраций. Тут и спрашивать не надо. Вот такой ответ. Так, вопрос еще. А отзывы уже, отзывы принимали уже, поступали вам отзывы от священнослужителей, от епископов, кто имеет эти книги? Ну, отзывы какие? Где мы были сами, не просто за глаза. А когда люди берутся... Прошло какое-то время, вы им подарили, и они вот, у них сердце переполнено, он раз, вышел на вас, там, отблагодарил. Было такое? Видите, сказать, как вот отблагодарил-то? Ну, все они, когда брали в руки и благодарны, он благодарит. А потом, где он? Может быть, адреса не знает-то. А библиотека, где мы сдавали, они... Ну, у меня два экземпляра на каждую библиотеку. И там все книги перечисляются, сколько стоит. Они принимают в дар, будут хранить, и чтобы они эти книги бы давались клиентам-то. И с печатью, росписью директора. У меня 600 документов. А другие старались что-то дать. В другую комнату завела директора одна. Давай деньги совать. Я говорю, да мы же... Вы на бензин тратите. Ну, я там взял немножко, и все. Вот так. А в Ростовской области были, так там так, в Ростове самом, на Дону. Для нас это праздник. Любая книга. Но о такой книге вообще они в руках ее крутят, чуть не на язычок попробуют. Золотистые. Тут есть что взять и посмотреть. Какой шрифт. Какие картины. И у меня книги все сшитые. Бумага белая, не папиросная бумага никакая. Бумага называется, это, овсетная. А фотографии намелованной бумаги. Они блестящие, просто скользящие такие. Гнат Игорьевич, но у вас есть все вот эти шаблоны там? Ну, как сказать, все вот эти базовые, норовые, как сказать. Как это назвать-то слово, не знаю. Ну, чтобы, например, если Бог даст, что взять и точно такое же. Вот точно один в один издать, вот сделать. Да, ну, а с этого можно снять, а остальное-то у нас все сохраняется в пейджмейкере. Вот, и цена вопроса, это какая, например, ну, сколько, 10 тысяч экземпляров, если издать. Пожалуйста, оно будет тогда дешевле немножко. У нас-то первое было тысячу экземпляров, и второй раз издали две тысячи. Уже со спитными. Но они очень сильно отличаются. Сколько стоить будет 10 тысяч экземпляров на данный момент? Не знаю. Не знаю, потому что цены все время меняются. Потому что свои бумажные комбинаты... Хорошо, ну, есть какие-то выкладки? Ну, на тот момент, когда, например, была инфляция там такая? Не знаю, это надо пойти. Вот я ходил, допустим, через неделю прихожу, а цена уже другая. Другая. Цена огромная. Еще вот сейчас уже не издать бы никогда. То есть речь идет... Ну, как-то не издать. Деньги, они всегда есть. Я говорю, мне, мне не издать. Ну, это понятно, что вам. А вообще, в принципе... Ну, в принципе-то, как один мужик едет и говорит, купить нету. А шофер говорит, знаете, в Москве-то, в принципе, все. Ну, тогда вези меня, в принципе. Инать Тихаревич. Ну, то есть вы не против, да, если кто-то найдется? Я все время это отвечаю. У нас написано, когда даем стоимость каждой книги... Вот сегодня только я отправил по скайпу, ты увидишь, там внизу написано. То написано, редакция готова предоставить права на издание. Ну, кто будет издавать? Ну, чтобы они взяли у меня данные, все эти клише, я им дам в оригинале все. И второе, что когда они будут издавать, чтобы мне какой-то экземпляр откинули. Ну, хотя бы сто экземпляров. Это, считай, бесплатно для них. Почему? Для памяти. Тут у нас одна сестра съездила, она была в блокаде Ленинграда. И каждый год, кажется, их собирает ленинградцев. Сколько осталось-то? И она была в Ленинграде, пошла в какой-то, я не знаю, монастырь или где, и мои книги там переиздают. Меня даже не уведомили. Я говорю, а она была в мягком переплете, для слова Божия, не тусно, но ламинированное. Они, говорит, издали в твердом. Я говорю, что ж ты не... Да я его брата видел, а то время на твердом у меня не было. Так я узнал, что издают и не спрашивают. Ну вот, ну конечно, хорошо бы, чтобы они повторили вот этот вот прям... Ну пожалуйста, пускай на меня выходят. И недавно какая-то организация книжная у меня просила письменный документ. Я его на бумаге сделал, печать поставил и им отправил. Ничего ответа больше не было. Ну это непросто, конечно, но вот вдруг кто его знает. Ну как... А вот смотрите, Игнатий Ильич, куда бы вы еще поехали с миссией, вот, если вот, ну допустим, вот, вот, все, все сходится, все у вас, все есть там, все зеленый свет везде на всех дорогах включен. Куда бы вот вы еще хотели бы с миссией, в какое место планеты там... Никуда, никуда, все. Что мы сделали, это невозможно сделать. Проехали всю Европу, всю страну. Кроме этого пешком только, только около нас рядом мы посетили 30 тысяч домов. И везде дарили Евангелие, Евангелие, не этот комплект. И во всей библиотеке, вот у нас 46 районов в Алтайском крае, в каждую районную библиотеку подарил полный комплект. Полный комплект стоит 750 евро. Вот теперь определяй. Ну тут все, все со всеми этими. 750 евро. Себестоимость вы имеете в виду, да? Все, вот, все вместе 38 томов у меня. По стоимости того, когда издательство было, там инфляции не было. И вот 750 евро. Умножено тысячу экземпляров, если бы продато было, то 750 тысяч евро. Мы уже как-то с вами делали это. 30 миллионов там или что? Да, то есть по нормам, по этим, вот мы проехали. На 30 миллионов я подарил книги. Подарил. Вот. И поэтому, чтобы кто-то хотел повторить наш путь, поехать, в первую очередь, надо написать. А им не написать. А почему? А они бесталантные и трусливые. А почему так думаете? Да потому что талант только там, где свобода. Андрей Кураев говорит, я ему завидую, он свободный, Игнатия. А я не свободный. Я думаю, что епископ скажет. Я говорил без пригляда к кому-либо. А им и не ответить так. Это надо знать полностью, Библию всю. Знать толкование святых отцов, жития святых и книгу правил. Вот четыре параметра. И иметь жизненный опыт. Как в этой жизни все это применить и на практике показать. Им не сделать. Не то, что я там возвышаюсь. Я просто знаю, не сделать. Вот у меня на сайте ответы, я даю 4124 вопроса. Отвечаю. И они разбиты на 55 папок. На сайте, на нашем, сейчас. Если бы кто-то хотел это озвучить, то другое. Безразмерно сколько там работы. Какие вопросы. Там политика, экономика, социология, литература, школа, воспитание. Отдельно евреи, мусульмане, старообрядцы, православные. На все абсолютно я даю ответ по четырем параметрам. Им никогда не ответить. Почему? Они боязвивые. И бестоланные. Да, это даже не ответит ни РПЦЗ, никто. Нет, никто. Нет, это Господь сделал. И РПЦЗЗ тоже как бы у них как будто замок на устах, когда вот ословие Божие. Ну, не, еще раз, 15 лет. Они на один вопрос так ответить не могут. А из 4124. Это самое ценное, недосягаемое. Без пригляда к кому-либо. Говорят так, как есть во имя Бога. А не книги написаны в пророческом духе. Это не, моего там ничего нет. Это Бог делает. Так, Бог делает. Меня даже писатели, поэты спрашивали, где вы темы такие берете где-то. А я показываю сразу, вот где я беру. Вот, видишь, перед глазами. Я в углу, он у меня, иконах на статусе, остановлюсь и молюсь. И на молитве бывает одна строчка промелькнула, я скорее записал. А потом, хоть через месяц приду, все стихотворение будет написано без помарки. 9 куплетов. Это невозможно сделать. А стихотворение сколько еще раз? 3467. Каждое стихотворение 36 строчек. И у каждого стихотворения эпиграф из Библии. Это просто я не знал. Игнатий, конечно, вопрос такой. Ой, что-то ушел вопрос, ничего себе. Все-таки, ну то есть вот вы уже ни в какую страну бы, вам и не охота. Не охота. В Америку я выслал, в Шотландию, в Ирландию, в Лондон передал. Европу проехали, у меня некуда ехать больше. Австралия есть, Африка. А уже посылали туда. В Африке никого знакомых нет. Это не игрушка, мы на своей газели, на машине. Главное, на русской машине над нами смеялись. Она сдохнет у вас. Только когда в Швеции были, и то там, это уж так, лопнула там шестеренка, передачи там горючего или что-то. Она говорит, это не в Нижнем Новгороде, машина-то ездена была. А это, говорит, не наша деталь-то, а из Ульяновска. Ну вот подкусила нас маленько. Только в одно путешествие. Мы на горючее истратили 440 тысяч рублей. Навообразить, сколько мы ездили. Мы прошли все. Скандинавию, Прибалтику и Север. Вот только одну поездку сделали без меня. Вот это на Север. Там Пупков поехал, Валерий Сокольский-то и Марьясов Александр, дальнобойщик. А здесь дальнобойщик у нас был везде. Крущина Николай Павлович. Игнат Игоревич, как Вы относитесь к тому, чтобы по каждой книге, по каждому тому вот такое рассмотрение сделать отдельно? Вот, например, созваниваемся. Раз, первый том пошел. И вот Вы обзор делаете по первому тому. А нет, это невозможно. Ну, в смысле? Ну, обзор, он как сейчас. Вы же в общих, ну, хотя бы в общих словах. Это очень ценное, на самом деле, было бы. Нет, нет, это так не делается. Это не сделано. Почему? Да потому. Это разные вопросы. Нет, там не о вопросах, а там же вторая часть о чем-то там. Проповеди. Вторая часть проповеди. Хорошо. Потом там второй, там третий, там как беседовать. Да. Об этом бы хотя бы. Да. Понимаете? Это же вот, вот это интересно было бы. Ну, вот это можно составить. Я могу сделать в Ворде ее. И в Ворде у меня тут человек один работает над Вордом. Я все время выставляю. Вот сегодня выставил статистика и про Геннадия Яковлева, убитого Кришнаитом. Ну, все тогда надо будет по первому тому сказать. Все равно же, ведь это же не сразу, не за раз вот все появилось. Вы над первым Антономом работали, там, какой-то период времени. Что происходило там, какие там, ну, вот, интересного, понимаете, да? Ну, понимаешь, второй противосектантский. Я так боялся за него, так молились. Даже когда везли, я хотел назначить маршрут, чтобы проехали по другой дороге. И эту книгу очень-очень не хотели там сектанты, чтобы она появилась. Поэтому, что сказать. Вот четвертый том, это как беседовать с какой группой людей. У меня все люди разбиваются на 24 категории. Это самый большой психологический анализ. Сегодняшние эти психологи, они в шоке буквально. Как это так? У нас разбивает, допустим, на 8 категорий, а у меня 24. В три раза больше. В три раза тоньше подход. Так вот, вот в этом и ценность рассмотрения каждого тома, Игнатьевич. Я вам предлагаю вот такое сделать. Ну, надо, чтобы кто-то, не я, а кто-то там посмотрел и сказал, вот, поэт, это область, поэт. Не вы, вы же автор, и вы, у вас все. Нет, нет, я не берусь, я заранее говорю, даже без договора. А почему, Игнатьевич? Ну, потому, что я в этом деле плыву, и мне трудно определить, что более важное. Для меня все важное. Почему говорят, это книги, это дети мои, детище. Игнатьевич, это некая затравка такая, понимаете, некий обзор. И что придет на данный момент, в то время, когда мы созвонимся, то и пускай оно ляжет на пленку. Не знаю, не знаю, не могу сказать. Вот сейчас по отдельным частям я беру. А отдельно, допустим, первая была беседа, когда Генрих приехал ко мне. И мы беседовали до полпятого утра, 30 сентября, как раз, на 77-го года. И он принял православие. Вот пускай те, которые на меня нападают, покажут. Да их всех вместе взять, а ни одного башмака фаста не стоит. А они от зависти лопаются. Вот они, поговорите с верующими сидели. Скажите, у кого было так, чтобы двери, камеры были открыты, а охранники с двух этажей стояли тут, два часа меня слушали. С восьми до десяти. А, вот я вспомнил. Это вообще, никто не слышал даже такого. И где было такое, чтобы попал человек верующий, всегда вставал в одно время, на два часа раньше, подъем в шесть, а я в четыре вставал. Ну, просто у меня все не такое. Я молился, а сзади становились они люди, которых я не видел даже. Утром только узнавал, что они были со мной на колене, молились преступники. И вот он спрашивает, что делать? Я говорю, а ты как тогда? Ну как, я отказывался там, и все. Так вот сейчас, если ты хочешь покаяться, все, вызывай прокурора по надзору и измени все показания. Так вот я, говорит, кому давал это начальник КГБ, все расскажи, лгать нельзя, ты христианин. Так а меня отец, Игнатий, тогда не выйти никогда. Да зачем ты нужен такой? Ну и он все это сделал. Ему раза в три меньшее срок дали. А один там татарчонок был, ему срок грозил, но не меньше лет пяти он с ножом напал, но не порезал, свинарку, свиней воровали. Так он лежал, лежал, и еще одноглазый. Да можно я вашему богу буду молиться? Я говорю, ну давай, Ахмед, молись. А потом мне говорят, ему условно дали, его выпустили. Так ты, мол, выпустили, что меня прислали сюда, кто-то верующий. Я открыл ворота тюрьмы и всех выпускаю. Мир Сихович, а где молитва была теплее? Там, в вузах или на свободе? Конечно, там. Самые сильные у меня молитвы были в тюрьме. Чуть пониже было, когда я ложился на операционный стол. Тяжелые операции, когда у меня были на позвоночнике. Очень трудные операции. Ну и, может быть, самое длительное страдание было, когда человек уходил, бросал, уходил в мир. Я его буквально расплавлял молитвой. Вот сказал мне брат Аким, он что-то у него там было, и зашатался в армии был. Я в один день уволился, а то она нельзя было увольняться. Это я сдал инструмент бригадиру, и все. А куда? И тут же на поезде поехал. Сейчас я не знаю, как. То ли я через стену перелез, или как. И в казарме с ним жил, пока он не встал на ноги. У меня преград никогда не было. Я в жизни ни разу не сказал, у меня нет времени. Или это не сделать. Я вообще этого не знаю. Мне не дано это понять. Вот, допустим, очень трудно было, там, роговицу глаз снимали, в английское посольство, там, ну, и все остальное-то. Я один вопрос задавал. Ну, да, у нас препятствия. Да, меня масоны люто ненавидят в Англии. Они сильно не хотели, чтобы я приехал. Мне сказали. Задача поставлена – отравить вас. Понятно? Бог почему не допустил-то? У Бога все вымерено было. Мало того, на радиостанции «Свобода» заказали статью поносную против меня, Чернику Александру Тихоновичу. Я уж скажу теперь, дело прошлое. И что сделали? А ничего. Господь сделал так, что мы повернули в другую сторону. Рядом проехали, думали под Ламаншем пройти где-то. Все высчитали, все оплачено. Теперь нас ждут, где мы были там, скажу сейчас, в Финляндии. Уже оплатили паром, перейти на другую сторону. А Господь изменил. В Дании мы повернули через Балтийское море в Литву. Притом абсолютно невозможно было изменить маршрут. Доверие Богу. И поэтому мне никуда не надо идти. Я свое дело сделал. У меня работа сейчас, я за компьютером сижу. Материалы обрабатываю, ставить. Мне никогда не кончить эти работы. За 9 лет вышло из печати у меня 28 книг. 38. 38 книг, представь себе. Да какие книги-то? Это не брошюры. 752 страницы. Нашему Новому Завету нет аналогов в мировой литературе. Вообще нету. Но надо его издавать еще. Издавайте. Я наиздавался уже. До кровати доползти бы. Знаете, все по... Вот. Ну я не знаю. Вот как-то так. Ну и у меня такое предложение есть. Я буду тогда вам докучать в плане... Ну давай, давай, давай. Я не против. Не против. Первый том вы расскажете. Да. Я просто примерные вопросы приду. Ну как... Вы сначала их рассмотрите, эти книги. Не просто... Где их рассмотреть? У меня времени сейчас нет. Тогда книга. У меня тоже нету. Я сейчас выборочно... Вот сейчас, думаю, у меня где-то рядом стоит. Я выберу места отдельным роликом и сдам рассмотрение вопросов и ответов патриарха Кирилла. Вот это очень интересно. Вот я полностью, который вопрос задали, полностью как он ответил. И дальше я разбираю, показываю, почему он ответил неправильно. И почему неправильно доказывает. Это никому не создать. Дальше разбираю, что говорил митрополит Старообрядческий. Ему вопрос задавали, как отвечал, а дальше мой разбор. И что патриарх Алексей Второй говорил по 60 вопросов. Это целые ролики будут большие. Что Юрасов говорил, что Козлов, там, Максим. То есть у меня материалы супер уникальные. Ну вот надо, да. И вот, с Богом, да. Ну все, Игнат Тихонич. Все. Аллилуйя, спаси Христос. Аллилуйя, значит, она обрабатывает, все еще обрабатывает. Видимо, это медленная система. Музыку вычистить. Да, ее и не надо вычищать. Я не буду трогать. Я без музыки сделаю. Ну вот сейчас идет обработка на двух. Ну все, я тогда с парнем-то с этим. Ну сейчас-то уже поздно у вас, видимо. Да, конечно. Уже 10 часов по-нашему. Тогда завтра. С Богом. С Богом.